На самолете надпись «Сидор Сталь», внутри счастливые хоккеисты Лока. Два часа в полете и Кубок Карламова снова вернулся в Ярославль. Как будто и не уезжал. Привычный увиявый чемпионс парня Дмитрия Красоткина оставили на льду в Екатеринбурге. То же самое едва не случилось с самым титулованным тренером в истории МХЛ. Автобус от самолета тронулся без рулевого. Сразу после пересадка в родной транспорт по дороге селфи болельщиков с Кубком и его обладателями. И продолжение чемпионской вечеринки. И все, все, все поют «Какой сегодня день!» В самый, самый лучший день! Ну вот тот момент, когда Кубок поднял, какие ощущения были? Что хотелось сделать в первую очередь с этим Кубком? Честно, ощущал нереальные ощущения, вообще нереальные эмоции. Это очень круто. Я желаю очень многим ощутить именно эти эмоции. Это действительно классно. На часах почти час ночи у арены 2000 чемпионов встречает толпа преданных болельщиков. Данила, ну с такой поддержкой нельзя было проиграть? Нельзя. Мы не должны были облажаться, если так можно сказать. И мы сделали это. Болельщики нас держали, мне кажется, за нас кулачки, за экранами. И мы это чувствовали. Все получилось. Дожали, сделали один гол и строго в обороне сыграли. Кто-то облевал парней шампанским, большинство же фотографировались и снимали памятные видео. В объективе Дмитрий Красоткин, Кубок Харламова и герои финала. Данил Исаев и автор «Золотого гола» Максим Денишкин. Хороший гол, не спорю. Но это заслуга всей команды. Мы работали на этот гол, на этот гол. Единственный, чтобы он нам принес победу. И вот такие празднования. Считается, что рыжий в команде это к успеху? У нас их два, еще Громов Никита, а так я согласен. Ну вот один рыжий сегодня принес победу. Согласен. Чемпионские кепки для Лока были заготовлены в начале серии. И едва не были списаны по ходу шестого матча. Герои последнего в Ярославле хоккея до арены 2000 не добрались. Из Екатеринбурга уехали прямиком в сборную. Кепки шикарные в этом году. Да, лучше, чем в том. Мне понравились. Ну а чем они круче? На туизе. Ну здесь, во-первых, где-то здесь с этой стороны три кубка, которые мы завоевали. Вот. И, ну и цвет покруче. Лока стал самым титулованным клубом в истории МХЛ. Все три кубка Харламова команда взяла под руководством Дмитрия Красоткина. Хоккей в Ярославле берет небольшую паузу. Впереди настоящие чемпионские каникулы. Дмитрий Жданюк и Антон Комаров. День к событиям. Ярославль безоходя. Продолжение следует...